Всем привет! Меня зовут Елина, и это канал для иммигрантов Италия. Если у вас на руках пластиковый ВНЖ, на котором написано «Иллюмидато», то этот ролик для вас. В этом ролике будет разбор практического кейса первых проблем с «Иллюмидато». То есть, если на вашем ВНЖ пластиковая карточка, есть вот это слово «Иллюмидато», то ролик для вас и о первых проблемах. А также, где это может коснуться вас лично, и что вам нужно сделать сейчас, чтобы не оказаться в такой же ситуации. Я не могу давать личные данные человека, о котором пойдет речь, поэтому это у нас будет Ванечка. Окей? Итак, Ванечка получил свой ВНЖ «Иллюмидато» в 2012 году, в январе 2012 года. После этого он купил недвижимость и жил себе спокойно, потому что все ему говорили, ну что, ты работаешь, налоги платишь, контракт у тебя есть, недвижимость в собственности, ВНЖ «Иллюмидато» бессрочный, написано ведь на документе, что бессрочный. Ну никто ничего тебе не может сделать. Вот Ванечка все забросил и жил себе спокойно. Потом он наткнулся в интернете на ролик о том, что все-таки нужно обновлять «Иллюмидато», побежал на почту, подал запрос на то, чтобы ему это обновили, его от ВНЖ, и стал спокойно ждать. Приходит он в Квестуру, и в этот момент Квестура выдает ему предотказ. Говорит, мы не можем тебе обновить твою карточку, да, «Иллюмидато», ну и что? По такому-то закону. Посмотрите, раньше Квестуры были более лояльны, они там ждали, вот сколько нужно, ты приходишь, они говорят, принеси это, принеси то, принеси когда сможешь. Но поскольку у них начали накапливаться горы разных практик, им ввели закон, который позволяет закрывать ваш запрос, архивировать его, если вдруг там вы не проявляете какой-то активности или быстро не приносите документы. Либо не можете принести какой-то документ. Поэтому бедный Иванечка попал просто в клинчевую ситуацию. Квестура ему пишет, я буду переводить, поэтому буду говорить очень медленно, «Оджетто», то есть предмет настоящего. Сообщение согласно закону такому-то, такому, это тот закон, который позволяет им закрывать практику. Который касается, обратите внимание, не просто выдачи или обновления, а даже «Аджорномейнто» или «Дупликату». То есть обновление вот с «Аджорномейнто» — это обновление данных, которое должно быть автоматически, вообще без никаких проблем. Я подала сейчас тоже на «Аджорномейнто» моей. Коротеньшечко отступление. Квестура Бескары посмотрела на мой ВНЖ, сказали, смотри, Лена, 31.07.23 твой ВНЖ не будет действовать за пределами Италии, какой-то европейский закон его аннулировал. Дело было перед Пасхой, закон я так и не нашла, у меня нет времени. Но я подала на обновление и себя, и ребёнка, потому что у меня написаны лимитаты на ВНЖ. Вот это есть эта надпись, дурацкая. У меня пластиковый обычный ВНЖ по работе, выданный в 2015 году, но я его обновила. Я отнесла на почту пакет, когда 11.04. И что я хотела вам рассказать. И в этот пакет специально, когда я относила, я не положила ничего. Положила только мой паспорт, Марка Даболу и моё ауто-декерационное дирезиденце. Поскольку это «Аджорномейнто», не должны бы запрашивать никаких документов. Я вам потом расскажу, чем закончилась моя история. Я специально ничего не положила вообще. Теперь, к сожалению, Ванечке прямо вручили предотказ. Говорят, что в отношении запроса, который был отправлен вами, сеньория в острое, так как ваши господин, ваше господство, господином вами, предупреждаем, что этот офис собирается начать процедуру выдачи декрета деньегу, то есть отказа, потому что не хватает следующих документов. И тут есть список документов. Они выделили желтым сертификат у контестуали стату фамилии резиденца Рэд Чаэн Тэ. То есть такой сертификат должен быть не старше 60 дней. И говорит ему, мы тебе не обновим карточку, живи как хочешь. Понятно, Ванечка быстро побежал в анаграфы. Это отдел в муниципалитете, который выдает такие справки. Прибежал туда и говорит, дайте мне, пожалуйста, справку анаграфы. Говорит, не, 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 иди отсюда. Иди отсюда, мы не хотим знать, мы ничего тебе не можем выдать. Ванечка побежал к адвокату. Адвокат им написал письмо, на что муниципалитет выдал прям официальный ответ. Сейчас я вам его прочитаю. Принимая во внимание, что проверка законности ВНЖ, пребывания иностранцев на территории Италии, претчайда, то есть должна быть сделана до того, как сделана прописка. Принимая во внимание, что 01.02.22 вступил в силу закон, который, по которому ВНЖ lungo periodo, выданные больше, чем 10 лет назад, недействительны больше для того, чтобы показывать вашу законность пребывания над территорией статуи Италияна. Вот здесь ссылка на ролик. Я снимала по этому закону ролик. Это именно тот закон, который тихонечко ввели в феврале, 1 февраля 22 года, и который создал кучу проблем всем нам. Он просто аннулировал все бумажные карты всех родственников, всех жен итальянцев. А те, у кого, кто трудовые иммигранты, как я, нам просто вот кучу проблем создал с этими лимитатом. И теперь они говорят, это первый момент, что мы должны сначала проверить, что ты законно находишься здесь. Второе, поскольку в 22 году аннулировали все вот это твое ВНЖ, аннулированы. И что еще случилось с бедным Ванечкой, смотрите, поскольку он жил себе спокойно, есть еще один закон, который говорит, что если ты эмигрант, обновил свое ВНЖ, то ты должен явиться в муниципалитет и показать новый ВНЖ, и подтвердить твою прописку. Вот у меня ссылка на ролик, и ссылка на этот же ролик будет внизу, о том, что... Это ролик номер 77, по-моему. Да, ролик номер 77, о том, что вас могут выписать тихонько, даже из вашей собственной квартиры, если вы не следите за этим моментом. То есть понятно, что Ванечке наверняка прислали квитанцию почтовую, он наверняка ее тихонечко порвал, не пошел. Я всех предупреждаю, что ребята, если вам приходит почтовая квитанция, идите на почту, посмотрите, что происходит. Вам всегда нужно знать, чтобы вам не могли сделать какую-то гадость. Ванечка не пошел, Ванечку благополучно выписали из собственного дома, и сейчас, когда он пришел за справку, ему говорят, а что ты пришел, мы тебе не можем справку выдать, но что-то не прописан. Ванечка говорит, окей, хорошо, пропишите меня обратно, вот мой дом, вот мой ВНЖ, ингрид ВНЖ недействующий, окей, вот моя квитанция, вот такая, как я вам показывала. Сейчас покажу. Ванечка говорит, окей, я отправила на обновление, вот моя квитанция, вы должны меня прописать по этой квитанции. На что в официальном письме ответили. По этой квитанции, которую вы показали, видно, что ваш ВНЖ был выдан в январе 2012 года, и поэтому он сейчас не может подтверждать, что вы законно находитесь на территории Италии, а запрос на обновление был вами предоставлен в декабре 2022 года, то есть прошло более чем 60 дней с момента окончания срока действия вашего ВНЖ. По большому счету его ВНЖ закончился в январе 2022 года, даже если считать от даты февраля 2022 года, не буду вас путать, в общем, они говорят, окей, твой ВНЖ не действует больше, и для того, чтобы можно было тебя прописать по речевуте, ты должен был подать на обновление либо пока ВНЖ еще действовал, либо максимум, максимум, самое позднее в течение 60 дней после окончания срока действия ВНЖ. И поэтому сообщаем, что, как мы уже объяснили в момент, когда ты приходил, как мы уже объяснили по телефону, твой запрос прописки и речевибель, то есть мы не можем его принять, поскольку не хватает действующего ВНЖ, который необходим, условия необходимые, чтобы можно было принять твое заявление о прописке. И кроме этого еще написали такую гадость, что смотри, если в случае декорационной речевибели, как в твоем случае, в случае невозможности принять запрос, как у вас, потому что не хватает существенных базовых документов, предусмотренных законом, законом, мы не обязаны ничего тебе сообщать, поскольку этот твой запрос должен считаться как мои первые ноты, как никогда, как будто бы он никогда не пришел. То есть они ему сказали не только, что мы тебе не обязаны ничего сообщить, мы вообще можем сделать вид, что тебя здесь не было. И говорят, мы вычеркнули тебя, сообщаем, что мы вычеркнули тебя из списка вот тогда, когда они предупреждали. То есть обычно муниципалитет смотрит, ага, пермесудисоджеронскадуды присылает домой письмо, говорят, явитесь, пожалуйста, подтвердите, иначе мы вас вычеркнем. И все, если человек не приходит, 60 дней они вычеркивают из списка. Теперь где и когда это может затронуть вас. Понятно, что для Ванечки сейчас сложная ситуация, ему придется идти в суд. Это много лет в суд, это много денег и все это время у него будет недействующий ВНЖ, все это время он на птичьих правах. Понятно, что его никто не выкинет, но ему будут создавать такие вот проблемы. Там, устроиться на работу, тессера-санитария, еще какие-то вещи. Ну, много чего он не сможет получить. Бедный Ванечка, конечно, оказался на грани. Это мерзость. Это мерзость, что сделали, конечно, этим законом. Окей. Итого, что нужно сделать вам? Вам нужно отслеживать срок действия вашего ВНЖ, каждые 10 лет его обновлять. После того, как вы обновили ходить в муниципалитет и сообщать, чтобы вас не выписали, ссылку на ролик я уже давала, не буду больше давать. И всем обязательно сделать онлайновую прописку. Всем. Это ролик номер 364. Это совершенно необходимо, потому что тогда у вас на телефоне будет вся информация. Как только кто-то против вас что-нибудь затевает, какие-то гадости, вы сразу будете видеть. Поэтому у Иванечка не был подписан на канал, не посмотрел ролик номер 364, и сейчас у него проблемы. А была бы у него вот эта аппликация, о которой я говорю, и все было бы хорошо, и не создалась бы такая клинчевая ситуация. Поэтому обязательно подпишитесь на канал. А, и еще, друзья, сообщите всем вашим знакомым и родственникам. Пусть тоже подпишутся на канал, потому что бывает так, что вам не показал YouTube какой-нибудь ролик. Вот эти все механизмы поиска, они как-то странно устроены. Может, вы не успели увидеть еще что-нибудь, но кто-то из знакомых увидит и вас предупредит. Поэтому и себя, и всех знакомых подписать на канал, и тогда будет вся информация. Ролик 364 тоже смотрим и делаем себе онлайновую прописку. скачиваем аппликацию на телефон, чтобы вы видели. Есть вообще у меня ролик 5 аппликаций для иммигранта необходимых. Тоже ставлю ссылку на него, поэтому его все скачиваем. Это все. Следующие, какие кейсы будут появляться, я думаю, что сейчас будут появляться после августа. Много кейсов о том, что из Европы не будут пускать обратно. Ну, посмотрим. Будет, не будет, увидим. Подписывайтесь на канал, пишите, пожалуйста, комментарии этому ролику, он лучше ранжируется. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Всех обнимаю. Пока-пока.